Всем привет, сегодня я решил сделать обзор, точнее гайд по игре Копатия Онлайн в Майли.ру. Перед заходом в игру вы увидите выбор миров. Не отличаются только тем, ну, то что разница между игроками. То есть зашли вы в первый мир, и другой игрок зашел в третий, и вы не сможете встретиться. Ну короче, понятно. Давайте же приступим к игре. Как мы видим, тут есть топ-карт. Ну, топ-карт это карты, которые вложены там за день, за неделю, за месяц. Ну короче, карты, которые вложены за день, например, их ночью вложили. Там самые лучшие выбираются карты, короче. Так говоря, магазин, что самое интересное. Блоки, есть деревянные кубы, каменные кубы. Мне деревянные нравятся. Ну, камни второго уровня, потом цветные, стекла, решетки, лед, лава, вода. Мне кажется, вот эти три блока всем понятны, надеюсь. Есть средняя карта, то есть, это ваша карта увеличивается почти в четыре раза. Ну, если у вас не куплена средняя карта, у вас маленькая карта. То есть, она вообще маленькая-маленькая. Средняя она, ну, она такая большая. Покупка карт, ну, это плоская, то есть, там, стандарт, это земля, пустыня, пустыня, ну, пустыня, чего там. Просто большая, средняя, пустынная карта, надо так сказать. Океан, это то же самое, что пустыня, только сверху водичка, те же самые природная вода. То есть, не надо покупать на океане воду. Так. Острова, то же самое, это очень интересные карты. Там тоже вода присутствует. Зима, что самое интересное из всех карт. Вот, там есть сразу лёд, снег, но как-то снег нельзя покупать лично. Ну, природные там, и снега. Улучшная кирка. Ну, это, она наносит двойной урон, но здесь ничего удивительного нет. Зеле скорости, зеле полёта, что очень интересная штука. Ну, зеле скорости, вы просто быстрее бегаете, а вот зеле полёта, вы можете летать, залетать за карты, короче, охрененно. Динамиты. Ну, это быстрорасчистки местности, если вам эта площадь мешает, или вам надо быстро сломать, вы просто покупаете динамиты и взрываете их, чёртовой матери. Авиабомба. Вот это очень хорошая вещь. Ну, например, вам надо взрывать небольшой угор, вам в ломоту купать двойной урон, или спидхак, ну, если у кого он есть, конечно. Вы просто купаете эту павиабомбу и, чёртовой мать, её всё забываете. Точка в разрождении. Ну, это вы просто выбираете, где будет появляться игрок на карте. Ну, то есть, как респам, то есть, когда вы заходите в игру, ну, пока, ну, он в стандарте падает в середине, а точка возрождения, она, где хочешь, выбираешь. Золотой кубок, ну, это недавнее обновление, то есть, вы сможете искать кубки на карте, типа, как сундук сокровищ. Ну, мне кажется, ему это понятно. Ну, если вы нашли кубок, жмите Е. Это подсказывает. Скины. Вот стандартный костюм, как мы видим, да. Второй костюм, капитан, ой, этот, как там, пират. Я помню, он стоит 2000, что ли, я давно покупал. Рыцарь. Да, рыцарь, очень красивый костюм, интересный. Хороший костюм. Эпичный рыцарь. Красивый и самый дорогой костюм. Ну, чтобы его купить, вам надо приобрести обычного рыцаря, потом уже купить эпичного. Капитана пиратов. Ну, это мой наилюбимший костюм, потому что тут всякая хрень. Кстати, вот первого, сзади капитана пиратов, его не видно в игре, я непонятно почему. Викинг, недавнее обновление. Да, очень тоже красивый костюм. Когда он только появился, он мне не понравился, но потом не понравился. Зомби. Очень тупой костюм, я не понимаю, нахрена его вообще добавили. Ну, уже ничто не изменишь. Ну, и как-то уже все привыкли к этому. Давайте оденем капитана пиратов. Да. Так, ну, слот это, то есть, у вас, вот смотрите, мои карты. Ну, вот у меня один слот. Вот, можно купить слот. То есть, у вас только одна карта, можно там купить слот, и там хоть 200 карт, ну, если вы такой богатый. Так. Ну, где мы были разные? Сменить ник, я думаю, все это понимают. Если у вас ник вашапет, вы поменяете его на пиздобол. Вот. Потом тут растения. Ну, это, как бы, природные... Ну, про типы растений, это, блин, всем понятно. Они покупаются не поштучно, они покупаются вместе. Также их можно купить на день, на неделю и на месяц. То же самое с блоками. Все блоки можно покупать на день, на месяц, ой, на неделю и навсегда. Вот так вот. Животные, ну, это, рыбки, их только в воду опускать можно. Ну, они плавают только могут в воде. Они покупаются поштучно. К сожалению, они навсегда покупаются. Одна рыбка стоит 500 монеток, как вы видите. Вот. Я хочу вам кое-что еще показать. Добавлены новые возможности у игроков. Искать спрятанные кубки. Ну, в чужих картах. Заметьте, ну, написано. Вот по самые последние обновления, которые светятся в игре. Так, в игроков добавлены звуки. То есть мы можем слышать звуки. Давайте я вам покажу эти звуки. Сейчас мы сделаем специально погромче. Громкость звуков. Давайте я не зайдем. Так, мы присоединяемся к моей первой карте. Ну, я недавно начал майлеру играть, потому что недавно появился. Ну, что я успела за это время купить, сделать. Также я вам забыла все декор, декорации показать. Ну, я сейчас вам покажу. Такая небольшая загрузка в кавычках. Вот мы видим скин Капитана Пиратов. Точнее, его только меч. Вот. Лед. Блоки. Магазин. Инвентарь. Ну, вот. Предметы тут. Животные. Растения. Ну, это я тут немножко взрывал. Так. Что я вам сейчас покажу? Я вам сейчас покажу, что такое авиабомба. Ну, динамит. Золотой кубок. Там. Точка... А, точка возрождения только вон там. Ну, сейчас я ее перетащу. Так. Так. Ну, двери. Вот как они выглядят. Что-то еще есть. Факел. Его можно поставить только в таком положении. Запомните. Настенный факел только так может ставиться. Потом. Ну, заборы. Тут виды заборов. Так. Потом. Сундук. Стол. Стол. Ведро. Корзинка. Ну, вот дверь. Вот таблички. Очень интересная. И... Ну, лестница моя самая любимая. Так. Вот как выглядят лестницы. По ним можно подниматься. Помните, эти декорации покупаются поштучно. Ну, корзинка. Ну, сундук. Ну, вот как это все выглядит. Ну, короче, графика очень хорошая. И предметы очень хорошо выглядят. Сохранять карту можно на кнопке F10. Да. Вот так вот. Вот такая большая загрузка. Или давайте же приступим к...